Каково это жить в бункере, когда прямо над головой уничтожают твой дом? Мой дом Ирпень. Чудесный город, о котором, как и о десятках других в Украине, узнал весь мир. Но не из-за прекрасных людей, чистых дорог и парков, а из-за тех страшных событий, которые в нем произошли. К нам пришла война. Не спецоперация, война. В первый же день мы приняли решение остаться дома, никуда не бежать. Но истребители, которые начали летать над нашими окнами, артиллерийские снаряды и взрывы, вынудили нас искать место, где бы мы могли переждать эти страшные моменты. И нам повезло. Ведь бункер, в котором мы жили следующие недели, десятки лет считался заброшенным. И в первые часы войны специальная комиссия, которая должна была заранее все подготовить, просто для галочки туда спустилась и обнаружила, что он вполне пригоден для эксплуатации. Буквально за 40 минут туда провели электричество, люди начали сносить воду, еду, стоги сена и палеты для сна. Самое страшное было первая ночь. Безумный холод, сырость, десятки незнакомых и испуганных людей, плач детей. Казалось, что это просто страшный сон, который вот-вот закончится. Закончится. Взрывы вокруг ощущались каждой клеточкой тела. Любой громкий звук пугал. Не хотелось ни есть, ни пить. Мы с дикой жадностью просто ждали хороших новостей. А в голове крутился только один вопрос.